Пятничным вечером по маршруту Москва-Петушки. Сообщество Трикоташка совместно с художником Иваном Симоновым и режиссером Алиной Грешниковой предлагает совершить это увлекательное путешествие. Пайму в прозе Венедикт Ерофеев написал в 1969 году. Оказалось, и сегодня эта электричка может спровоцировать творческие философские высказывания. В 2020 году закрыли все галереи и музеи, и мы с художниками сделали выставку в вагоне электрички. И одну из работ я сделал, собственно говоря, вот вы ее сейчас видите, пришлем перспективы. Это была наклейка, сделанная на стекло. И потом я делал фотографии электрички. Едет, фон меняется. И эта работа превратилась в серию, появилось несколько выражений, несколько слов, менялись электрички. И к выставке, которая у меня сейчас как раз закончилась на винзаводе, я сделал работу в электричке Курский вокзал «Петушки». И когда мы ее показали на выставке, было логично как-то это продолжить и сакцентировать на этом внимание. После чего мы придумали историю, что мы можем сделать спектакль иммерсивный и постановку, и стали уже искать актеров, режиссеров и постепенно набирать группы. И в итоге это вылилось действительно в спектакль, который мы даже можем привести сейчас Сергий в посад. Вот она работа, созданная в электричке «Москва-петушки». А вот режиссер Алина Грешникова, на жизнь которой сильно повлияла поэма Венедикта Васильевича Ерофеева. За день до этого предложения я хотела отчислиться и порвать с профессией. Да, и потом со мной поговорили, потом поступило предложение поработать с Иваном, и с его выставкой, и с произведением Венедикта Ерофеева. Я подумала, что, наверное, это знак. Актеры – студенты столичного профессионального колледжа. Они родились существенно позже той эпохи, в которой живет герой поэмы. Но создатели спектакля говорят, вопросы, им тревожащие людей, не сильно изменились. Для меня «Москва-петушки» – это, в первую очередь, произведение про потерянных людей, которые хотят найти себя, верят в свет, но при этом не могут превозможить свой быт. И этот быт, он их как бы уничтожает. Театральный проект на трикотажке – эксперимент. Площадка на третьем этаже – тоже новое пространство для театральной постановки. Я думаю, что подобное произведение все равно имеет своего читателя, своего слушателя. А так как это еще делают художники и молодые актеры, это будет свое видение. В любом случае, я думаю, будет здорово и отличный повод, как провести пятничный вечер на трикотажке. Итак, пятница, 5 мая, 19.00. Отправляемся по маршруту. Москва-петушки. Оксана Мирошникова при поддержке медиа-центра «Максимум». Продолжение следует...